МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первой темой обсуждения стал проект изменений в республиканский закон о выборах главы Чувашской республики. Новый законопроект призван привнести нормативную базу Чувашской республики в соответствии с федеральной. Закон Чувашской республики о выборах главы дополняется новой статьей, которая предусматривает порядок и процедуру досрочного голосования. Так избирателю, который в день голосования по уважительной причине не сможет прибыть на свой избирательный участок, должна быть предоставлена возможность проголосовать досрочно. Открепительные удостоверения выдаваться не будут. Устанавливается запрет на принуждение депутатов, представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований ставить свои подписи в поддержку кандидата на должность главы Чувашской Республики и на их вознаграждение за это в любой форме в процессе сбора таких подписей. Закон Чувашской Республики о выборах главы Чувашской Республики дополняется положением о том, что если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муниципального образования поставил несколько подписей в поддержку одного и того же кандидата, то засчитывается только одна подпись. Председатель Государственного комитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям отчитался о деятельности своего ведомства. Одним из направлений, которому сегодня необходима доработка, Вениамин Петров назвал реконструкцию системы оповещения. Она требует значительных финансовых вложений. Сегодня проектировщики ищут варианты снижения проектно-сметной стоимости. Для увеличения зоны покрытия информированного населения имеется соглашение с ведущими операторами сотовой связи, работающими на территории республики, о рассылке коротких СМС-сообщений об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и первоочередных действиях. А также применяем средства связи территориальных органов МВД, МЧС России, Минздрав, соцразвитие, это скорая помощь, и другие средства, чтобы довести информацию до населения. Будем следить, отслеживать, а вы своей командой, своей службой в общем проводите работу надлежащим образом. В целом, если взять, улучшение есть. Поэтому это не работа отдельно органов власти КЧС, это работа всех служб, ведомств, которые эффективно должны взаимодействовать. У каждого есть план действий на определенный период времени, в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Благодаря слаженной работе за последние пять лет более чем на 20% сократилось общее число пожаров. На водных объектах республики также отмечается сокращение количества происшествий почти на 40%. Анастасия Алексеева, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика. Несмотря на снижение количества пожаров и все усилия спасателей, зима по-прежнему остается напряженным периодом. Спасатели не устают напоминать. Будьте особенно внимательны при обращении с нагревательными приборами. Бабушка с внучкой погибли в пожаре, который случился в минувший вторник в селе Порецкое. Частный жилой дом загорелся около 14 часов. В это время внутри находилось три человека. После тушения огня, от которого серьезно пострадала внутренняя отделка строения, на месте происшествия в здальной комнате были обнаружены тела проживавших там 76-летней пенсионерки и ее 18-летней внучки. По данному факту организованы последние наследственные проверки. Как следует из ее материалов, 18-летняя девушка вместе со своей матерью успели выбежать из дома и вызвать от соседей пожарных, после чего матери из-за переживаний стало плохо. В настоящее время она госпитализирована, а ее дочь побежала обратно в дом за бабушкой, однако выбраться оттуда они уже не смогли. По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Проверяется предварительная версия возникновения пожара в результате короткого замыкания проводки. Еще одно ЧП произошло в Канажском районе. В частном жилом доме взорвалась каменная печь. 26 января жительница села Ухманы вернулась домой после недельного отсутствия. Все это время женщина находилась на заработках. Дома она решила затопить печь. Из-за мороза в трубах котла замерзла вода и образовалась воздушная пробка. В системе отопления стало подниматься давление, что по предварительной информации привело к взрыву. Хозяйку дома госпитализировали, но позднее она скончалась в больнице. Другие обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает следственное управление Пучуаши. До 1 мая всеуправляющие компании республики должны пройти процедуру лицензирования своей деятельности. Это позволит очистить сферу жилищно-коммунального хозяйства от недобросовестных организаций. В последние годы коррупционным фактом в этой отрасли начали ставить серьезный заслон. Но руководители некоторых компаний заводят уголовные дела. Подробности в материале Дмитрия Ковалева. Дмитрия Ковалева Жильцы домов коммунальные счета оплачивали исправно. Но в итоге долговое бремя коммунальщиков на себе испытали рядовые горожане. После того, как в это дело вмешались власти республики, люди проголосовали за отказ от услуг Навека. Ее директор получил три года лишения свободы. Также Андреем Ющенко были заключены договора на предоставление юридических услуг с иными лицами, при том, что в штате управляющей компании было два юриста. В следствии чего также был причинен ущерб по порядка более 2,5 миллионов рублей. В настоящее время в управлении управляющей компанией домов многоквартирных не осталось. Администрация города Чебоксарска проработала этот вопрос со всеми жильцами. Были собраны общие собрания собственников многоквартирных домов, по результатам которых был выбран способ управления другими управляющими компаниями. В настоящее время управление не осуществляет. Это дело было тоже поставлено под особый контроль. На протяжении четырех лет экс-руководитель компании коммунальной технологии Виктор Лучинкин проворачивал незаконные сделки с подконтрольными ему фирмами. Установлено, что во главе этих компаний стояли родственники и друзья управленца. Он неоднократно заключал с ними договоры аренды и купли-продажи, при этом завышая цены на услуги. Впрочем, деньги тратились не во благо, а присваивались руководителями. Сумма ущерба, по данным прокуратуры, превысила 60 миллионов рублей. Город Шумерля тоже неоднократно опускался в долговую яму. Изношенные сети, доводящие себя до банкротства управляющие компании, вечные беды муниципалитета. Недавно на скамью подсудимых попал директор одной из таких организаций. Следствием доказано, что средства, которые поступали на счета от потребителей, он направлял на оплату необоснованных юридических услуг. Ущерб от этой махинации превысил 7 миллионов рублей. Руководитель компании получил 5,5 лет лишения свободы. После ухода с рынка недобросовестных коммунальщиков ситуация в городе начала меняться. Сейчас достаточно большое количество домов ушло в управление ТСЖ. Сами собственники управляют своими домами и уже определяют те виды обязательных работ, которые им необходимы для поддержания надлежащего состояния, технического состояния домов. И также они напрямую рассчитываются уже за потребленные коммунальные услуги с ресурсно-обжающими организациями. В настоящее время, конечно, вопрос по тепловым сетям остался открытый. Теплоизоляция данных сетей находится в крайне технически неисправном состоянии. Необходимо проведение срочных работ, модернизация как сетей, так и котельных. Ну и эту проблему в Шумерле рассчитывают в скором времени разрешить. Между тем, в правительстве республики уже продумали конкретный план борьбы с недобросовестными коммунальщиками. Их заносят в условные черные списки. И не только. Для управляющих компаний, конечно, непосредственно сейчас процедура лицензирования, для того, чтобы вывести определенных игроков, которые не соответствуют определенным требованиям, конечно, процедура лицензирования. А по ресурсно-обжающим организациям, конечно, Министерством строительства Чувашской республики, Государственной жилищной инспекции Чувашской республики, проводится мониторинг, непосредственно, проводится мониторинг расчета за потребленные коммунальные, расчет с ресурсно-обжающими организациями за получаемые ресурсы, это природный газ, непосредственно, конечно, электроснабжение и водоснабжение. В региональной госжилинспекции отмечают, что лишиться лицензии на управление домами в республике могут 20% компаний. Но все же последнее слово за жильцами, ведь они управляют своей собственностью. Дмитрий Ковалев, Сергей Ляпочков, Республика. С конца декабря в Чувашии заработал портал «Народный контроль». Там жители могут оставлять свои жалобы, которые будут рассмотрены отраслевыми министерствами или ведомствами в течение 10 дней, после чего придет ответ. О специфике работы портала рассказали на пресс-конференции в Мининформполитике Чувашии. На портале «Народный контроль» предусмотрено 8 ключевых направлений. Это жилищно-коммунальные услуги, связь, социальная сфера, бизнес, экология, благоустройство и инфраструктура, дороги и сельское хозяйство. Только за этот месяц на ресурс поступило 45 обращений по различным вопросам. В их числе жалобы на состояние дорог, уборку дворовых территорий, гололед, отсутствие парковки и другие. В нашем министерстве определен модератор системы, который сразу при поступлении обращения смотрит категории и перенаправляет в орган власти. Эти все обращения поступают по системе электронного документа оборота, и сразу же орган власти видит это обращение у себя в сэде и начинает уже работать. Свою заявку, так же как и заявки других пользователей, можно отслеживать на портале и даже повышать рейтинг того или иного обращения. Пользоваться ресурсом достаточно просто, причем войти в личный кабинет возможно и с мобильного устройства. Ресурс народной контроли у нас на данный момент имеет еще и мобильное приложение. То есть это можно поставить в телефоне, проходя мимо сфотографировать и отправить обращение. То есть для этого не обязательно иметь там рабочий компьютер, либо ноутбук. Работа ведется, заявки учитываются. Так, выполнено обращение от 16 января о том, что во дворе дома 19, корпус 1 по проспекту Ленина, периодически появляются горы мусора. Также после обращения на портал выделена дополнительная полоса для поворота направо с Ядренского шоссе на Университетскую. Список реализованных пожеланий представлен для общего доступа. Чувашии могут назвать ракетный катер Р-2, который базируется на Балтийском флоте. Сегодня об этом зашла речь на рабочей встрече главы региона Михаила Игнатьева с капитаном 3-го ранга и матросами. Они приехали в республику на несколько дней рассказать о своей службе молодежи. Моряки-уроженцы республики проходят службу на флагмане российского флота крейсер «Адмирал Кузнецов». Его экипаж более двух с половиной тысяч человек. Сто призывники из Чувашии. Матросы говорят, что большинство ребят возвращаются на флот, чтобы служить по контракту. Они получают самые высокие оценки от командования и неспроста. К службе будущих матросов в регионе готовят в кадетских классах. Молодежь привлекает не только высокая заработная плата, но и морская романтика. Ребята, которые у нас сейчас на Северном флоте, вот даже взять в моей должность, они получают очень хорошие зарплаты. Буквально после трех лет около 100 тысяч рублей. Это достойная хорошая зарплата, при том, что полное государственное обеспечение, жилье, проезд домой, отпуск. Служат достойно, красиво. Стараемся вести отбор уже с кадетских классов, с кадетских школ, те, кто хочет попасть на Северный флот. В этом году для прохождения службы на Северном флоте планируют отобрать еще 100 человек. Моряки приехали в республику, чтобы присмотреться к будущим призывникам. Не исключено, что после встречи некоторые кадеты смогут посетить с экскурсии один из боевых кораблей. Ну а вопрос о переименовании ракетного катера будет решен на Совете военно-морского флота. Его главнокомандующему уже направлено официальное обращение. К слову, на этом корабле также проходят срочную службу призывники из Чувашии. А так у нас все отработано. И уже с ноября 2014 у нас там служат 25 человек. Вся команда, которая ушла на Балтийский флот, вся попала на этот корабль. Аргументации нашей хватит, чтобы обращались, если обращаете, чтобы она сработала. Хватит. Очень хорошо служит. Далеко не нету. Одни плюсы. Ехали-ехали в яму-бух. Это не детская игра, а кошмар автолюбителей. В ДТП по причине плохого состояния дорожного полотна попадают тысячи водителей. Единственный способ справиться с этой бедой в холодное время года – ямочный ремонт. Каждую весну в России вместе со снегом тает асфальт, жалуются водители. Эксперты подтверждают, по окончанию зимы действительно разрушается около 3% покрытия. И от этого пока никуда не деться. Впрочем, до весны еще далеко, а ямы на дороге уже показались. Бригады дорожных рабочих сейчас можно встретить в разных районах столицы Чувашии. Технологии работы при таких низких температурах все две. Это холодный асфальт, который сейчас вы видите, само производство, и литой асфальт. Технология очень трудоемкая, поэтому в день они делают 10, 5, 7, 10 метров. Мы работаем постоянно в любом случае, потому что предписания приходят от ГИБДД, но мы обслуживаем эти дороги, мы сами видим, где дороги в плохом состоянии, поэтому работаем на этих участках. Заплатки, которые ставятся по технологии литого асфальта, как правило, служат десятилетиями. Однако сейчас в Чебоксарах использовать ее возможности нет. Нужны оборудование и материалы. Технологии же холодного асфальта результат дает недолговечный, но до весны заплатки протянут, отметил главный инженер управления ЖКХ и благоустройства. Эти меры помогут сохранить водителям машины и здоровье, физическое и душевное. Кстати, ямочный ремонт вовсе не отменяет капитальный ремонт летом. На эти цели в бюджете заложено более 60 миллионов рублей. Ольга Пыречкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Земля для крестьян – главное богатство. В умелых руках она равноценна золоту. Благодаря правильному использованию земля становится и работодателем, и кормилицей, и любимым занятием. В Аликовском районе 10 сельскохозяйственных предприятий и 19 крестьянско-фермерских хозяйств. На некоторых из них побывали мои коллеги. Как вы лодку назовете, так она и поплывет. Новый путь – один из передовых и активно развивающихся хозяйств Аликовского района. Из года в год здесь получают стабильный урожай зерновых, кормовых культур, наращивают выпуск продукции и животноводства. Общая земельная площадь хозяйства – более 3,5 тысяч гектаров. Новый путь – племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота и свиней. Средний надой молока от одной коровы составляет более 7 тысяч килограммов. Сейчас на ферме около 1300 голов крупного рогатого скота, 400 из них – дуйные коровы. Более 200 свиней. В рамках реализации инвестиционной программы в хозяйстве «Новый путь» построили склад для хранения сена, новую ферму на 200 голов. В рамках государственной поддержки предприятий агропромышленных комплексов в течение прошлого года получили безвозмездность бюджетных разных уровней 51,3 миллиона рублей. В том числе более 34 миллионов из федерального бюджета и более 16 миллионов из республиканского бюджета. Что позволило нам значительно укрепить сельскохозяйственные предприятия. Передыми хозяйствами у нас в этой области являются хозяйство «Новый путь», хозяйство «Рабия», фермерское хозяйство «Журавлёва», хозяйство «Правда» и другие. Аликовский район – один из экологически чистых районов республики. И это не может не привлекать инвесторов. Сейчас бизнесмены собираются строить здесь логистический центр с овощохранилищами. Также запланировано строительство цеха по переработке продуктов. А пока на территории Аликова успешно развивается плодокомбинат. Здесь представлены консервированные помидоры, огурцы, грибы, варенья и много разных вкусностей на любой вкус. А главное, что они выращены на своей родной земле. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Сергей Рябчиков, Республика. Огней так много золотых на улицах Чебоксара и других населенных пунктов республики было в новогодние праздники. Где световое праздничное оформление было самым красивым, выяснила жюри конкурса «Огни Чувашии». Новогоднее оформление столицы Чувашии в этом году превзошло, пожалуй, ожидания даже привыкших хорошему горожан. Так что в конкурсе «Огни Чувашии» среди городов республиканского значения Чебоксарам равных не было. Конкурс проводился по инициативе главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева с целью выявления лучших практик муниципальных образований по праздничному оформлению территорий в преддверии новогодних праздников. Конкурсные материалы были представлены администрациями 15 муниципальных образований, 17 конкурсных заявок, все заявки очень достойные, многие приложили видеоматериалы, презентации. Среди городов республиканского значения первое место заняла Козловка. Среди населенных сельских пунктов – шоркистры Урмарского района. Победители получат дипломы кабинета министров. Артисты-кукловоды в театральной иерархии занимают особое место. По мановению их рук на сцене оживают герои различных сказок. Народный артист Чувашии, актер-кукольник Петр Клементьев отпраздновал 60-летие. И почти 40 лет он играет в куклы. Театром, куклами и марионетками Петр Клементьев увлекся в детстве. Подражал знаменитому актеру Чарли Чаплину. В шестом классе будущий артист начал играть в школьном кукольном театре. С ребятами мастерили кукол и шили им наряды. В Чувашском государственном театре «Кукл» артист сразу пришелся ко двору. И сразу же получил имя в честь самого знаменитого русского балаганного персонажа Петрушка. Петя был сначала застенчивый довольно молодой человек. Но постепенно он как-то очень развился интересно и вырос. Очень интересного, можно сказать, эксцентричного такого актера. Ну, я уже вот говорила, что одна из самых его запоминающихся даже для меня и в работе, и в исполнении роль. Вы знаете, фильм есть «Свадьба в Малиновке». Вот там он играл не больше, не меньше, как по Пандопола. А это такой ярко выраженный одессит. Причем, при том он играл это на чувашском языке. За почти 40 лет работы в кукольном театре Петром Клементьевым сыграно более 100 ролей. Коллеги отмечают, куклы, маски, марионетки, наручные и планшетные герои сливаются с артистом в единые образы. Всех он наделяет своим обаянием и чувством юмора. Все удивляются, как ты удивляешься, как ты оживляешь куклу. Я говорю, у меня это внутри. Куклу беру, у меня она живая, и сердце есть, и все есть. Не хвастаюсь, не всем давно оживлять куклу. Я душой, как ребенок. Поэтому так получается, может быть, и манеры разговора нахожу. Хотя 60 лет играю звездного мальчика, и этого мальчика Оскара Уайльта. И тоже. Не может быть, говорят, другие в театрике. Не может быть, я говорю, вот, хотя марионетка. На сегодняшний день заслуженный инородный артист Чувашской республики задействован во всех спектаклях. На юбилейном вечере юным зрителям представили «Ночь перед Рождеством» по мотивам одноименной повести Николая Гоголя. Анастасия Алангина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня исполнилось 112 лет со дня рождения первой чувашской киноактрисы Татьяны Бурашниковой, известной как Таня Юн. Именно она исполняла все главные роли в картинах, снятых с киностудии «Чувашкино» в 20-30-е годы. Татьяна Бурашникова, выпускница физкультурного факультета, попалась на глаза первому чувашскому режиссеру Максимову Кошкинскому, едва вернувшись после учебы в Чувашию. С этого момента ее жизнь изменилась. Она не только вышла замуж за руководителя студии «Чувашкино», но и стала актрисой. Свою первую эпизодическую роль Таня Юн сыграла в фильме «Волжские бунтари», который вышел на экраны в далеком 1926 году. Во втором чувашском фильме «Сарпиге» Татьяна уже снималась в главной роли. Она сразу стала любимицей зрителей, карьера актрисы складывалась блестяще. Фильмы с ее участием демонстрировались с успехом не только в СССР, но и за рубежом. А саму Таня Юн даже сравнивали с Любовью Орловой. Но наступил 1937 год, и Акима Максимова Кошкинского назвали врагом народа. А Таня Юн, как жену врага народа, сняли с работы и уволили из Чувашского государственного академического театра. В декабре 1937 спецстройка при НКВД Чувашской АССР приговорила Таня Юн к восьми годам лагерей за шпионаж в пользу японской разведки. После ареста все чувашские кинокартины, где снималась актриса, были уничтожены. И только в январе 1940 года НКВД Чувашской АССР постановил отменить постановление как неправильное и освободить ее из-под стражи со снятием судимости. Так Таня Юн и Максимов Кошкинский были освобождены как невиновные. Вот только в театр ни Иаким Степанович, ни Татьяна Степановна уже не вернулись. Стали писать пьесы и заниматься переводами. А Татьяна Бурашникова даже издала книгу-мемуары в дни и годы минувшие. Сегодня актрису вспоминали многочисленные поклонники ее таланта. Сегодня мы стоим на могиле здесь, известной всему миру, известной чувашской первой актрисы. И мы стоя сегодня здесь даем слово, наверное, что ваше дело, которое мы начинали с Максимом Кошинским, будет достойно продолжено. Мы сохраним традиции чувашской культуры, чувашского языка, чувашского орнамента, чувашского узора, чувашского фольклора. Вот в современном, сегодня в стиле придадим и будем дальше продолжать и передавать свой опыт более молодому поколению. 7 февраля прошлого года в Сочи торжественно открыли зимние Олимпийские игры. Теперь в спортивном календаре эта дата отмечена как День зимних видов спорта. Лыжня России 2015, Лед надежды нашей и дискотека на коньках. Вот что ожидают жители республики в спортивный праздник. Процесс подготовки обсудили сегодня на пресс-конференции. Подробнее в нашем следующем сюжете. День зимних видов спорта обещает стать грандиозным. Все начнется с утра 7 февраля на центральном стадионе имени Николаева в Новочебоксарске. Здесь в 11 часов пройдут соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», в котором могут принять участие все желающие, в том числе и из районов республики. От участников требуется преодолеть дистанцию в 50 или 100 метров, причем если своих коньков у них нет, прокат будет доступен. Регистрация завершится перед самым началом соревнований, но лучше поторопиться. В это же время в детско-юношеской спортивной школе имени Тихонова пройдет «Лыжня России-2015» среди сильнейших лыжников, а массовые старты запланированы на следующий день. На сегодня в парке «Пятьсотлетие», который запланирован на центральной площадке, проводятся ремонтные работы. В связи с этим лыжная трасса, которая у нас была постоянно, свое функционирование прекращает. И на сегодня именно поэтому идея проведения в два дня родилась. И были определенные места, где это будет. И определен состав участников, которые будут участвовать 7 и 8 числа. Массовые старты пройдут в каждом районе республики. В прошлом году в Чувашии и в лыжных гонках приняли участие более 47 тысяч человек. В этом году суммируя количество участников за два дня, ожидают не меньше показатель. Мероприятия, которые предусмотрены 7 и 8 числа, мы уверены, что в них примут участие большое количество любителей спорта во всех муниципальных районах, городах и районах нашей республики. Помимо соревнований, во Всероссийский день зимних видов спорта на стадионе Олимпийский в городе Чебоксары пройдут показательные выступления фигуристов, хоккеистов и спортсменов по шорт-треку. А после всех пришедших ожидает дискотека на льду. Такое мероприятие в Чебоксарах проводится впервые и пройдет оно 7 февраля в 16.00. Ждут всех желающих. Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь до завтра. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова